Когда-то этот дом был гордостью Козловки. В 80-е годы 19 века здесь жил барон Жемени. Сюда стекались гости со всего города. Здесь устраивались балы, здесь пили чьи, принимали гостей. Сейчас этот дом просто не узнать. Вот уже 15 лет он пустует. Обшарпанные стены, разбитые окна, поломанные двери. Находясь внутри старинного особняка, сложно представить, что когда-то здесь жили самые зажиточные люди в округе. Бароны владели всеми волжскими просторами в Козловке. Они продавали населению даже лед. Их усадьба располагалась на территории пяти современных городских улиц. В Чувашии Жемени были единственными, кто обладал подобными дворянскими титулами. Шесть лет назад наша съемочная группа уже приезжала сюда. Тогда в Козловке приступили к реконструкции фасада дома барона. Воссоздание особняка закончилось, не успев начаться. Отреставрировать смогли только переднюю часть фасада. Тогда же в интервью нашему каналу глава администрации города обещала разместить в доме музей. Нам долго присыпали предложения продажи этого дома вместе с землей. Но я считаю, что дом надо воссоздать и оставить его для людей. С тех пор прошло шесть лет. К сожалению, получилось таким образом, что из того, что старые деревянные, нет возможности его обслуживать и использовать по назначению. Но, тем не менее, мы надеемся, что в ближайшее время, думаем, с помощью инвесторов или каких-то других источников, значит, это здание отремонтируем и сдадим его, будем его как-то использовать по назначению. Дом уже четыре раза выставляли на торги, но за него никто так и не взялся. Один из выходов вовлечения в хозяйственный оборот этого здания, это, наверное, сдать его в аренду в рамках законодательства путем установления льготной арендной платы. На здание, восстановление данного здания требуется более двух десятков миллионов рублей. И поэтому, наверное, это был один из выходов. Дом барона Жемини – далеко не единственное заброшенное здание. Еще один пример. Прямо около Урмарского поворота стоит вот это строение. Что это за сооружение и чье оно пока непонятно. Хозяин неизвестен и у этих зданий. Они находятся около деревни Табонары Цивильского района. Судя по всему, здесь планировался отель и кафе, но пока здесь живут только птицы. Здание продается, но номер с объявлений не отвечает. Эти строения в таком виде стоят уже около десяти лет. В настоящее время администрации Цивильского района устанавливается правообладатель данного объекта недвижимости. В случае, если не найдется правообладатель, объект будет признан в установленном порядке бесхозным, поставлен на муниципальную счет и буквально будет реализован на торгах. За неиспользуемые объекты недвижимости взялись еще в прошлом году. Выявили более 1100 строений. Из них уже 86% вовлечены в оборот. В итоге получили более 120 миллионов дополнительного дохода. Минюст Республики напоминает информацию о заброшенных или аварийных объектах можно отправить в органы местного самоуправления или на электронную почту Министерства. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Андрей Шоклев, Республика.